Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Украинские войска постоянно двигаются вперед в Курской области. В Донецкой области они уже начали брать пленных россиян, которые идут в сумасшедшие неэффективные штурмы. Ну а тем временем Россия в рамках своего типичного террора решила обстрелять Харьков в ответ на невероятно эффективные и очень болезненные со всех точек зрения дальнобойные удары, которые Украина нанесла сегодня ночью и утром по России в Подмосковье и в Тверской области. И так обо всем по порядку. Что ж, самая главная новость, на мой взгляд, это то, что украинские войска постоянно расширяют зону контроля на Курщине. Об этом говорит не кто-нибудь, а человек, который непосредственно работает с теми, кто и двигается в Курской области. Я говорю об офицере ВСУ с позывным Алекс, который пишет в своем телеграм-канале под названием Офицер. Вот что он сказал. Курское направление это место, где есть постоянное движение вперед, заявил он. И приложил фотографию этих фото, по его словам, трофея одного из украинских подразделений за последние пять дней. Съемка этих трофеев, по его словам, была сделана уже после того, как их вывезли. Что ж, вот и давайте посмотрим на эти трофеи, как они выглядят. Ну, судя по тому, что я вижу, для начала это и знамена, это и паспорта, это и некоторые, скажем так, вещи из снаряжения, документы, возможно, опланы, в том числе, видимо, есть и какие-то награды. Возможно, есть вещи, которые обозначают принадлежность к тем или иным подразделениям. И если верить своим глазам, то я могу здесь вывод следующий сделать. Что вот все, что мы видим, это на самом деле не просто какие-то вещи кем-то брошенные. Я допускаю, что это на самом деле снято с убитых российских солдат, либо это, вполне возможно, взято у российских пленных, то есть взятых в плен украинскими военными на Курщине. Вот это заявление и вот эти кадры, это просто еще одно подтверждение того, что, несмотря на довольно существенный режим тишины на четвертую неделю вот этой операции в Курской области, украинские войска делают свою работу там крайне-крайне эффективной. Мы видим большой поток сообщений западных СМИ, которые откровенно выполняют работу полезных идиотов Кремля, рассказывая про то, что нужно украинцам оттянуть войска с Курской области и направить их на покровское направление. Но, как вы понимаете, это абсолютный абсурд, учитывая, что украинские войска в Курской области, вообще-то, обороняют Сумскую область. Говорить о том, что они должны быть оттуда отведены, значит, совершенно не понимать суть стратегической операции в ИСУ. Она ведь заключается отнюдь не только в том, чтобы унизить Россию, хотя и это тоже есть. Она заключается отнюдь не только в том, чтобы, в конце концов, вероятно, в некоторых аспектах без войны обменять российские территории на украинские. Если уж дойдет дело до того, что Киев кто-то будет пытаться усадить за стол переговоров, нет, в первую очередь, это сдвигание линии фронта от города Сумы непосредственно на российскую территорию просто, потому что некуда сдвигать. В Украине получается от города Сум до украино-российской границы 30 километров. Иными словами, чтобы оборонять город Сумы, нужно зайти как минимум на 20 километров на российскую землю и создать таким образом вот ту самую санитарную зону. Путин, как известно, хотел создать эту санитарную зону в Харьковской области. Его планы были очень широкие. Мы видим, что в итоге его группировка провалила вот эту операцию. А вот у украинских войск расширение санитарной зоны рядом с городом Сум на российской территории идет по плану, чтобы кто там не говорил. Что касается Покровского направления, вокруг которого в последние дни так много копий ломается. Ну и в целом, давайте поговорим о Донецком направлении. Я регулярно делаю оттуда материалы, специально демонстрируя, какие чудовищные потери несут россияне. В частности, я вчера сделал соответствующее видео, да и сегодня показал. Просто некоторые эпизоды с разных участков Донецкой области. Россия в ходе того или иного штурма теряет от нескольких до десяти или более, даже единиц военной техники. Вот и на этот раз снова Курахова, снова активные атаки и снова на самом деле полный провал. Так вот, я просто зацитирую опять же того же офицера, вот что он говорит. Собратья из 46-й бригады, бригады ВСУ, удивляют на Кураховском направлении. Россияне накапливали силы для дальнейших штурмов в Георгиевке и несколько дней сгоняли личный состав на броне. Но сегодня, как вот тут говорится, группа десантников ВСУ поработала на славу исключительно ФПВ-дронами. Загнали российских солдат в подвал, ну а затем устроили им приемку. В итоге 9 оккупантов были взяты в плен, 15 убиты. Горжусь быть знакомым с такими тиграми, которые действуют в невероятно сложной обстановке. Это я уже от себя говорю. Он тут пишет. Да, действуют, несмотря на сложность вот этого направления. Тем не менее, дают результат. Ну что ж, это действительно невероятный результат. То есть, брать пленных и уничтожать российских оккупантов вот именно такими операциями, сложными тактическими операциями, в условиях, когда у врага есть тотальное преимущество и в военной технике, и в живой силе, пока, я подчеркиваю, пока есть. Это, конечно, действительно признак очень высокого мастерства. Но обратите внимание, что и здесь, опять же, ФПВ-камикадзе спасли. Уже неоднократно было замечено, что и ФПВ-камикадзе – это самый настоящий ноу-хау Украины в этой войне, который позволяет украинцам доминировать на поле боя на ряде участков, иметь паритет с Россией, у которой огромное количество военной техники и живой силы. То есть, иными словами, нейтрализовывать это самое преимущество России. Ну и, наконец, эти же ФПВ-камикадзе помогают Украине переживать тяжелые месяцы либо приостановки, либо уменьшения военной помощи из Соединенных Штатов и Европы. Самый яркий пример – это, конечно, первое полугодие, ну а точнее говоря, с ноября 1923 по апрель 1924 года. Когда исключительно с помощью ФПВ-камикадзе, в основном, когда уже снарядов буквально не было, украинцы выдержали сумасшедшее давление со стороны россиян на самых разных направлениях, в том числе, кстати, на Авдеевском-Покросском. Потому что, хотя Авдеевку не удалось удержать и все из-за того, что Дональд Трамп фактически заблокировал помощь для ВСУ, но, несмотря на это, именно ФПВ-камикадзе помогли украинцам предотвратить расползание фронта. То есть, помогли им сдержать россиян, которые, вероятно, в одном случае, если бы у украинцев не было бы ФПВ-камикадзе, дошли бы буквально до Днепра в рамках марш-броска. А так, в принципе, мы видим, что катастрофы не случилось, хотя, конечно же, случилась довольно тяжелая история. История, которая, еще раз, в основном связана именно с чрезвычайно неэтичным поведением Дональда Трампа, который бросил Украину, вернее, он не просто бросил, он поставил палки в колеса Украине в самый ответственный момент. И то, что сейчас происходит на Покровщине, это, друзья мои, результат блокирования военной помощи со стороны Дональда Трампа. Поэтому все, кто говорит, что Дональд Трамп на стороне Украины, я думаю, должны расстаться с этими последними иллюзиями. Так вот, я это говорю к тому, что ФПВ, конечно, и рулит. И вот в данном случае, в данной тактической операции, опять же, ФПВ полностью сделали день для 46-й бригады ВСУ на Кураховском направлении, где, как вы понимаете, чуть ли не каждый день российские захватчики гонят несколько десятков единиц военной техники, все это уничтожается, то, что не уничтожается, бежит обратно, потом едет снова, снова уничтожается и так далее. Россия стремительно теряет свою военную технику по разным расчетам, как я уже говорил, через полтора года у России не останется военной техники. Что тогда будет отдельный совершенно вопрос, но просто, чтобы все понимали, те полезные идиоты Кремля, кто сейчас через западные СМИ распространяет идею о том, что Украина может проиграть, что она потеряет Донецкую область, а потом и Киев, и что поэтому надо срочно садиться за стол переговоров с Путиным, они не понимают двух вещей. Во-первых, Украина не проигрывает, во-вторых, Путин ни за какой стол, в принципе, не сядет. То есть, речь идет о том, что Россия просто должна быть поставлена в условии, когда у нее закончится ресурс, после чего она, как в том анекдоте, сама отпадет. Ну, если кто-то хочет поточнее, посмотрите, что случилось с Черноморским флотом. Ну, просто не стал, он просто исчез, он частично ушел в воду, частично ушел к другим берегам, он как класс перестал существовать. Вот, собственно говоря, и все. С российской террористической саранчу надо поступать именно так. Так, уничтожайте ее, и дальше она может все, что угодно говорить. И ртом Лаврова, который сейчас рассказывает, как ни на какие переговоры России не пойдет. Как какой-нибудь условный зам главы этого самого МИД России, то есть заместитель Лаврова Рябков, который заговорил о том, что Россия будет сейчас подстраивать свою ядерную доктрину. Слушайте, да никому не интересно, что вы там лепечите про свои изменения в ядерную доктрину. У вас территорию отхаплали, у вас поразили от двух до трех стратегических РЛС за горизонтного наблюдения. У вас в Крыму бомбежки регулярные, у вас Черноморский флот потопили, у вас армию вашу размотали, уничтожив там уже немыслимое количество единиц военной техники. Кажется, 17 тысяч уже, наверное, больше намного по видео подтверждениям, только я подчеркиваю, в реальности еще больше. Что еще сделали? Вот вас теперь долбят каждый день по НПЗ, по теперь уже еще электростанциям, и что? Ну и где? Как ваша ядерная доктрина вам помогает? Ядерное оружие больше не является оружием сдерживания. Нет, совершенно очевидно. И это доказали ни Запад, ни Восток, ни какие-нибудь транснациональные компании, ни какие-нибудь западные журналисты. Это доказали украинские бойцы. Ну и, наконец, еще один очень интересный момент, опять же, от офицера. А что происходит, собственно, на других фронтах? Обратите внимание, что в Курской области украинцы сковали тамошние российские силы. В Харьковской области, опять же, украинские бойцы сковали белгородские силы россиян. В Донецкой области скованы вот эти вот огромные силы, которые идут на Покровск, потому что им никуда больше нельзя идти, иначе они потерпят поражение. Их там страшно уничтожают. Ну и вот, наконец, Херсонская область и Запорожская область. Там тоже, во-первых, российские войска скованы, а что самое главное, они там полностью деморализованы и буквально парализованы. Вот что пишет Алекс. Я просто цитирую его с, естественно, игнорированием нецензурных выражений. В Херсонской области, как вот тут он говорит, россияне, оккупанты, почти не способны выполнять боевые задания. Большая работа была проделана ребятами на том направлении. И сейчас, соответственно, летают в очень малых количествах и в большинстве случаев по ту сторону линии боестолкновения. То есть речь идет о чем? Что там, в общем-то, продавлены и подавлены полностью возможности россиян по созданию проблем. И вот теперь объясните мне, пожалуйста, если у российской армии все так хорошо, то почему она несет такие чудовищные потери на Покровском направлении? Почему Россия не может остановить Украину на Курщине? И почему Россия сейчас ничего не может сделать в Херсонской и Запорожской областях? Это действительно точно говорит о том, что Россия способна наступать. Да, она идет сейчас, как сумасшедшая, теряя в сумасшедших количествах военную технику и живую силу на очень узком участке фронта. Почерплю, очень узком. Каждый день это подтверждается видеоматериалами. Я специально их показываю, чтобы все знали, что это не мои домыслы, это реальные видеоматериалы. Плюс с Нелси ведет подсчет. Мы знаем, что там соотношение потерь в среднем 1 к 10 в пользу Украины. По военной технике и, видимо, по личному составу тоже. И поэтому отсюда, соответственно, следует другой вывод, что украинские войска, как раз-таки, учитывая, на самом деле, несопоставимость ресурсов, чрезвычайно эффективно истощают Россию. Если бы у России дела шли хорошо, она бы могла наступать на нескольких направлениях, причем на широких участках, и уж точно не допустила бы прорыва украинских войск в Курскую область. Ну и раз уж мы заговорили про дальние удары, которые унижают Россию, которые причиняют ей экономический ущерб, которые лишают российскую армию топлива и так далее. Ну и, конечно, должны вспомнить сегодняшний эффективный удар. Это первый случай, когда были поражены именно ГРЭС России, то есть конденсационные электростанции, причем одна из них в Подмосковье. И еще одна вещь, которая была поражена, это объект нефтеперерабатывающего завода. То давайте сейчас чуть подробнее об этом. Просто на секундочку, чтобы вы понимали, что в Подмосковье у россиян стоит. Вот что говорит военный эксперт Фабиан Хоффман, именно комментируя сегодняшний удар, который Украина нанесла в Подмосковье. Цитата. Не забывайте, что Москва защищена кольцом из 22 комплексов ПВО, типа С-300 или С-400, большинство из которых должны прикрывать нефтеперерабатывающий завод или какие-то другие объекты. Кроме того, известно, по меньшей мере, о 9 недавно передислоцированных систем «Панцирь» С-1 и С-2, которые должны были бы защищать подступы к стратегическим объектам, имеется в виду в Москве и Подмосковье. Неспособность российских систем противовоздушной и противоракетной обороны защитить от относительно грубых дальнобойных атак беспилотников в одну сторону вызывает удивление. То есть, Хоффман удивлен, что российские ПВО не смогли остановить вот этот налет. А я напомню, что поражение произошло на объекте НПЗ в Капотне, также в Каширской ГРЭС, ну и также в Тверской области, тоже ГРЭС. Продолжу цитировать. Хотя С-300 и С-400 продемонстрировали свою полезность в Украине, но имеется в виду, видимо, ограниченную полезность для российской армии, они, по-видимому, постоянно отстают в территориальной обороне стратегических объектов. Но я бы здесь, конечно, мог усомниться насчет эффективности С-300 и С-400, учитывая, что старые ракеты ТЭКМ с 80-х годов разработки уничтожают дивизион за дивизионом, но оставим это, так сказать, уже эксперту рассуждать. Я просто знаю, о чем говорю. Добавлю, что достаточно примечательно, а это уже говорит израильский эксперт Игаль Левин, который цитирует вот этого Хоффмана, вот сейчас уже цитирую Игаля. Добавлю, что достаточно примечательно, что это не первый зафиксированный случай проблем, которые возникают у российских систем С-300 и С-400. Ранее данные системы уже продемонстрировали свою слабую эффективность в обороне против определенных вооружений, а именно против баллистических и низколетящих крылатых ракет. Это уже то, о чем я говорил, рассказав, напомнив, что ТЭКМ вырезали и продолжают вырезать один дивизион из С-400 за другим. Как отвечает Россия на сверхэффективные и унизительные удары Украины по российской территории, по ее критической инфраструктуре? Правильно, обстреляв Харьков, убив там людей, опять же погибшие, опять же десятки пострадавших, и это буквально второй день подряд. Накануне случилась большая трагедия, опять же, несколько погибших в результате прилета авиабомб в Харькове. Что здесь скажешь? Это, на самом деле, свидетельствует о том, что Украине надо будет делать санитарную зону еще в Белгородской области. Я не сомневаюсь, что Украина именно это сделает, потому что Харьков, в конце концов, так же, как и СУН, единственная возможность обезопасить, это именно зайти в Белгородскую область и просто захватить Белгород. Вот, собственно говоря, и все. Сделать вот эту санитарную зону. Пока что украинцы отвечают России, собственно, в том числе атакой на военные активы по Белгороду, в Белгороде. То есть, вот Россия нанесла удар по Харькову, Украина стреляет в районе Белгорода. Украина, не знаю, какие цели преследуют. Может, по военным активам бьет, может быть, нет. Но просто все россияне, российское население, которое поддерживает эту агрессивную войну. И, конечно, местные власти и федеральные российские власти должны понимать, Украина больше не будет подставлять щеку. Она будет давать сдачи на отмышь. Так что голова отлетит у бучанского мясника. Друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами. У нас важное объявление. Итак, мы практически завершили сбор для спецгруппы Главного управления разведки Украины. Там осталось буквально 700 евро. А сейчас я хочу обратить внимание, что мы открыли новый сбор на чрезвычайно важный инструмент. Константин Мельник и его команда – специалисты по дальнего радиуса беспилотника. Константин еще и служит в силах специальных операций. Попросили нас собрать его 40 тысяч евро для создания нескольких стандартных и демонстрационных изделий, дронов, которые послужат Украине службу стратегического уровня. Речь идет о том, что его команда разработала дрон, который может выполнять сразу две задачи. Первая задача – это уничтожать дроны-разведчики. И они уже прошли соответствующие испытания боем, уничтожили дрон-разведчик России. Точнее, две штуки даже. А вторая задача – этот же дрон может обманывать российские ПВО и отвлекать российские ПВО во время массированных дальнобойных атак на российскую территорию. То есть идет какая-то группа дорогостоящих, мощных ударных дронов. Естественно, они часто теряются в ходе преодоления мощных эшелонированных зон ПВО. Поэтому до целей в России добираются, в лучшем случае, процентов 20. А в худшем случае иногда несколько штук. И то, естественно, из этих нескольких штук, может быть, один попадет в цель. Ну, а теперь представьте себе, что будет, когда наряду с этими дорогостоящими дронами типа «Люты», каждый из которых стоит условно говоря 100 тысяч долларов, на самом деле чуть дороже, будут идти десятки, если не сотни дронов, которые будут, с одной стороны, каждый из них, намного дешевле, то есть около трех, возможно, чуть дороже, ну, в среднем 3 тысячи долларов. Но при этом они будут имитировать вот эту самую сигнатуру «Лютого». Они будут отвлекать ПВО. ПВО не будет различать, где там лютый, а где там, соответственно, дешевый дрон. Ну, естественно, придется сбивать все. То есть ПВО перегружается. В результате большая часть, до 80% всех запущенных лютых, доходят до нужного объекта. И представьте себе, что произойдет с той же какой-нибудь условной нефтебазой «Атлас», если по ней прилетит не 3-4 дрона, а если туда прилетит, например, 40 дронов. От этой базы просто ничего не останется. То же самое касается аэродромов, то же самое касается тех же электростанций России. И все это именно благодаря тому, что будут вот эти дроны, отвлекающие ПВО. Они же уничтожители глаз России над Украиной. То есть уничтожители тех самых платформ, которые обеспечивают России возможность наводить свои «Искандеры» по Украине. То есть это чрезвычайно важный проект. Сейчас Константину нужно сделать несколько стандартных изделий, соответственно, испытать их на полигоне. Они уже испытаны, но просто нужны еще несколько раундов вот этих испытаний на полигоне и боем. Это что-то вроде сертификации. Ну и в дальнейшем, соответственно, Константин разворачивает масштабное производство этих дронов. В том числе благодаря привлекаемым инвестиционным средствам. Это отдельная история. Вы можете послушать ее, если перейдете сейчас в описании к этому видео, по ссылке на интервью с Константином Мельником. Кто знает про этот инвестпроект, я думаю, им объяснять не нужно. Кто хочет узнать больше, я имею в виду проект по развертыванию завода по производству дронов в одной из стран Евросоюза. Пожалуйста, вы можете перейти еще раз по этой ссылке, послушать наше интервью с Константином Мельником, которое мы записали 1 сентября в воскресенье. Так вот, сейчас очень важно собрать эти 40 тысяч как можно быстрее, потому что на самом деле это стратегически важный проект. Это невероятные, уникальные дроны, которые спасут очень много украинских жизней, украинского имущества, украинских городов. Тут даже и рассказывать нечего, в то же время он значительно увеличит ударный потенциал для любого рода дальнобойных украинских беспилотников. Я думаю, не нужно объяснять почему. Таким образом, вот эти 40 тысяч евро, это то, что нужно собрать, откровенно говоря, как можно быстрее. Если вы хотите помочь команде Константина Мельника, вы можете перевести пожертвования через организацию Hoplon Foundation, ссылки на нее. Ну, точнее говоря, на реквизиты этой организации я отдаю в описании к этому видео. Это банковский счет и PayPal счет. Я думаю, Константин Мельник не нуждается в рекламе, но на всякий случай сообщу тем, кто не знает, что это человек, с которым мы давно уже работаем. Мы еще в прошлом году собирали для него средства на его дроны Дора и Вака, которые очень хорошо показали себя. Потом, благодаря опять же вот этой сертификации, его команда получила, как можно понять, финансирование от государства. Он смог очень много сделать и этих дронов Дора и Вака, и подготовить специалистов в Украине по эксплуатации дронов. То есть, его команда сама же производит, сама эксплуатирует дроны. В общем, он знает об этом все. Он очень глубокий специалист в этой области. Поэтому, друзья, я думаю, что здесь все очевидно. Если помогать Украине, то вот именно так. Так что заранее всем спасибо, кто поможет. Если вам нравится то, что делает наш канал, можете помогать и канал Ньюсейдер. Ссылки на ресурсы, через которые можно оказать эту помощь, в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BAMI, кофебанковский счет с реквизитами. И суперспасибо от YouTube, ведя отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Мира и здоровья всем. До скорого.